Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Тема Марты. Жизнь на новой земле. Разговор двух душ. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Возвращаясь к теме телепатического общения, мне хотелось бы рассказать вам еще об одной его особенности. На самом деле телепатическое общение это разговор двух душ. И сейчас я объясню вам чем отличается он от разговора двух людей. Слова всегда несут в себе земную физическую составляющую, поскольку и создавались они как инструмент общения в мире низких вибраций. Даже самые красивые и правильные слова неизменно приобретают индивидуальную окраску человека, который их произносит. Они напитываются его мыслями, эмоциями, жизненным опытом, приобретенным в дуальном мире, своеобразием его мира восприятия и понимания сути вещей. То же самое происходит и с человеком, которому они адресованы. И он воспринимает их уже со своей жизненной позиции и со своего уровня духовного развития. Именно этим объясняется частое недопонимание людьми друг друга, казалось бы, в простых вещах. То, что для одного является очевидным и уже пройденным опытом, для другого оказывается открытием новых и необычных для него знаний. Так зачастую, прослушав одну и ту же лекцию или посмотрев один и тот же фильм, люди выносят из них совершенно разные впечатления и делают порой противоположные выводы. И происходит это потому, что каждый из этих людей находится на своем уровне развития и проходит свои собственные жизненные уроки. Поэтому из всего увиденного или услышанного человек извлекает только то, что уже готово воспринять его сознание. Так работает закон притяжения. И поэтому, родные мои, вам бывает так трудно убедить кого-то в том, что для вас является уже очевидным. Если вибрации этого человека еще достаточно низки, то он при всем своем желании не сможет принять новые для него знания, выходящие за рамки дуального мира. И реакция его может быть самой неадекватной. От раздражения и насмешек до злобы и агрессии. А что же происходит во время телепатического общения, когда разговор идет на уровне душ? Душа человека никогда не может опуститься в низкие миры. Она может лишь помочь человеку подняться до его уровня, если он ее слышит. Поэтому два человека, вышедшие на уровень вибраций своих душ, уже попадают в однополярное энергетическое пространство, где они могут свободно и естественно обмениваться мыслями и эмоциями, которые передадут друг другу в виде информационно-энергетических пакетов. Каждый из них расшифровывает их тоже в соответствии со своими индивидуальными особенностями, но уже на другом божественном уровне осознания без примеси дуальности. А еще огромный плюс телепатического общения состоит в том, что вы можете принимать без слов человека любой национальности, даже не владея языком его страны, так же как и представителей инопланетных цивилизаций, поскольку в данном случае вы считываете их намерения, несущие в себе смысловую и энергетическую нагрузку. Пока это немного сложно для вашего восприятия, поскольку вы все привыкли облекать слова, но придет время, когда эти знания превратятся для вас в каждодневную практику и естественный для вас способ общения. Любящий вас безмерно, отец и посалют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему «Разговор двух душ». Маленькое дополнение. Очень часто души людей разговаривают, а вот сами люди разговаривать не хотят. Ну, наверное, такое время. Наверное, время или период времени, в который лучше помолчать. Золотое молчание. И в это время ваша душа проходит либо большие испытания, либо большие переосмысления, либо большие пласты информации раскрывает, либо идет перезагрузка какая-то. И не удивляйтесь, что вы пока как-то, на ваш взгляд, отдалены от других людей. Это пройдет. Это просто период. У каждого человека этот период занимает свое время. Этому тоже не надо удивляться, потому что мы все разные. Пройдет это время, когда вы будете находиться в какой-то самоизоляции, и вам очень захочется взаимодействия с вашими единомышленниками. Поэтому, да, вы будете искать круг близких вам по духу людей, чтобы с ними гармонично взаимодействовать. Это происходит по закону соответствия. Родные души или энергетические сонастроенные души желают общаться. Если вы были один или одна, то у вас появится друг, знакомый, приятель, сосед. Не важно, но вы обязательно встретите такого человека. Или целую группу таких людей. Здесь на канале вы информационно взаимодействуете с друг другом. И это тоже очень много. Потому что объединяясь на уровне информации и объединяясь на уровне высших «Я», вы раскрываете большие свои потенциалы. С вами на уровне души. И это тоже очень много. Спасибо. 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 Спасибо.